Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. И, как всегда, в это время мы говорим о текущей ситуации на финансовых площадках. Тема сегодняшней программы. Мы решили ее немножко локализовать. Решили немножко уточнить, поговорить о более конкретных вещах. Давайте сегодня обсудим валютный рынок. В частности, валютный рынок Российской Федерации. То есть, динамику рубля. Ну и, наверное, не оставим в стороне мы все, что происходит на международных площадках. Итак, тема сегодняшнего эфира. Валютный рынок. Какие факторы могут способствовать укреплению рубля? Вот по поводу укреплений. Очень интересно. Итак, значит, я представлю гостей. Артур Копышев. Сегодня в студии Сухого остатка. Ведущий аналитик Московского фондового центра. Добрый день, Артур. Добрый день. И в студии Сергей Аллен. Аналитик институционной группы Nord Capital. Добрый день, Сергей. Здравствуйте. Добрый день, друзья. Происходит на финансовых рынках. Ну вот, я сейчас обновил информацию. И все очень и очень неплохо. В том плане, что все в одном цвете, по крайней мере. Значит, начнем, как всегда, с вчерашнего закрытия. Американская торговая сессия. Она позитивно закрылась. Да и прошла позитивно. Одну сотую прибавил Dow Jones. Три десятых. NASDAQ. И две десятых. S&P 500. Индикатор широкого рынка, что называется. Сейчас фьючерс на него же тоже умеренно прибавляет. Ну и мы очередной исторический максимум смогли вчера увидеть. Продолжает расти американский рынок. Ну, что здесь скажешь. Молодцы. Далее смотрим на сегодняшнюю азиатскую сессию. Здесь тоже масса позитива. Японцы прибавили восемь десятых. А китайцы в лице Шанхай Композит почти два процента в плюсе. Ну, видимо, для этого тоже есть причины. Неплохая статистика китайская. Ну и другие события. Значит, Европа. Европа в лице FTSE 100 британского индекса прибавляет сегодня тоже. Три десятых процента. И не отстают и индикаторы российского рынка индекс РТС в плюсе на четыре десятых процента. Индекс ММВБ и того более на шесть десятых процента. Динамика рубля достаточно сдержанная. Но, тем не менее, немножко сдает он позиции. Сегодня чуть корректируется после недавнего укрепления. И мы видим его в районе тридцать два сорок. Кводлим на сырье и на Форекс. Все тоже достаточно неплохо. Нефть марки Брэнк уверенно в районе сто восьми. Чуть ниже сейчас, правда, сто семь восемьдесят за бочку. Лайтсвит откорректировалась. Вчера, если вы помните, да, ну, если не историческое, то событие нескольких последних лет произошло вчера. Мы это обсуждали тоже в эфире. Когда спред практически, да, нивелировался. А даже в моменте и лайт был дороже, чем бренд. Это здоровско, наверное. Ну, по крайней мере, для нас с вами это был интересный факт. Сегодня опять лайтсвит ниже. И уже практически на два доллара дешевле. Далее смотрим на золото. Оно продолжает. Уверенный рост. Сейчас немножко застопорилось. Но, тем не менее, тысяча триста тридцать стоит унция этого замечательного металла. Валютный рынок в лице евро-доллара. Один тридцать один восемьдесят. Ну, практически в диапазоне. Вчера была попытка пробоя. Один тридцать два снизу вверх. Вот. Ну, видимо, она не удалась. И смотрим на набор голубых фишек, который в основном, за исключением уралкария, он сегодня валится в пять процентов в минусе. А остальные все очень позитивно выглядят. И среди лидеров роста я бы отметил Росгидро. Три процента, два процента обычка НЛМК, процент МТС, Лукойл, полтора Норникель, почти процент Газпром, хотя после вчерашних хаев уже, он вчера, точнее, да, немножко откорректировал. Сейчас 129 стоит бумажка. И, наверное, что еще? Банковский сектор ВТБ в нулях практически. Избербанк полпроцента прибавляет. И можно отметить, что Северсталь – обыкновенные акции, которые растут практически на 3 процента. Вот такая позитивная достаточно картина. И еще раз повторю, позитивные и с точки зрения наших площадок, и с точки зрения площадок глобальных. Все растут, все, видимо, хорошо, наверное. Ну и давайте вернемся. И если позволите, уважаемые гости, я такой вам хотел бы... Шуточный вопрос. Шуточный вопрос. Мы будем говорить сегодня в том числе и о факторах, которые могут способствовать, ну, укреплению, бог с ним, укреплению, ослаблению. Факторы, которые оказывают влияние какое-то на валюту ту или иную. Факторов этих множество, да, мы можем сейчас о них многообразии поговорить. Есть традиционные, есть менее традиционные. Вчера вечером у меня лекция, и мы обсуждаем вчерашний рост британского фунта стерлингов против доллара США, в частности. И одна из милых слушательниц говорит мне, я знаю, почему это случилось-то, я знаю. Почему же, говорю я, расскажите мне, пожалуйста. Она говорит, ну как же, вчера же в Британии госпожа, да, 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 жена принца нынешнего родила. Причем не то ли сына, то ли дочь, а наследника, наследника престола. И заходили сразу фунт. И вот, ну смотри, не сразу, в том-то и дело. Когда было объявлено о том, что вот-вот она уже, значит, на столе практически, да, то есть ждут этого, и фунт начал расти. Ну я посмотрел на график, оно формально, оно совпадало, конечно, да. Вот, и я пытался, ну, такая странная связь, да, вот мы говорим о факторах, такая достаточно странная связь. Сегодня, кстати, я опять-таки в новостной ленте читаю, тоже забавно, и опять вспоминаю вчерашний разговор, что оказывается огромное количество ставок было сделано, да, на то, что родится именно мальчик. Ну у них это, для них это принципиально, им же нужен, да, монарх, в конце концов. И что-то там несколько миллионов фунтов, вот, брокерские, брокерские, говорю, букмирские конторы выплатили именно тем, кто поставил. Может быть, и есть в логике, что, может быть, вчера действительно активно скупали фунты и ставили их, и делали ставки. Ну да ладно, вот такая забавная история. Сереж, как ты относишься вообще? Может это быть правдой? Я думаю, что больше всех заработали врачи и клиники, которые делали УЗИ до этого. Ты имеешь же тоже ставки, если они, да, у них-то была информация. Так, конечно, и смех и грех, но, в принципе, конечно, могут быть любые факторы. Действительно, большое значение имеет. Но ты хочешь сказать, что и такой фактор, он мог бы, да, в какой-то момент сработать вот в сторону укрепления национальной валюты? Какой-то мог. Как раз вспоминается Навальный, например, то есть как раз в моменте, как был оглашен приговор, сразу пошли рынки вниз. Вроде как, естественно, это, ну, скажем, не было других причин. Действительно, потом это подтвердилось. Во-первых, не было бы причин других, а потом, где Навальный, где фондовый рынок, тоже забавно это выглядит. Потом быстро забыли. Это, конечно, не Ходорковский, как тоже правильно писали, в частности, на сайте Финама. А в чем разница? Ну, нет, разница понятна в чем, но если озвучить ее, да, вот падение рынков достаточно серьезное после событий с Юкосом и вот этот четверговый провал. Ну, так скажем, с Юкосом было больше иностранных денег, все-таки Ходорковский. Третий год, это третий год, это не тринадцатый все же, да? Да, это явный представитель бизнеса, а Навальный все-таки, он больше политик сейчас и уже, в принципе, кто... Ник и Шоумен. Ну да, кто деньги вывести хотел, уже многие это сделали, то есть денег, в принципе, не очень много осталось. Фактор неожиданности уже. Ну, то есть психологически можно говорить, да, что это фактором сыграло вот эта новость и сразу падение. Ну, как бы... Ну, и забыли, да, допустим. Да, после Навального ФЗшки продавались активно, да? Ну, и российские акции пошли вниз, да. Ну, правда, потом это сейчас более-менее так отыгралось. Ну, то есть фактор был не очень такой сильный, но он в моменте там сыграл, в общем, большую роль. Ну, так вот, хорошо, спасибо огромное. Значит, я просто лишний раз подчеркну еще, да, множество факторов влияют на стоимость актива, будь то валюта, будь то акция, облигация, да, сырье, сырьевой какой-то инструмент. Множество факторов, порой даже совсем каких-то нелогичных на первый взгляд, но, тем не менее, рынок все-таки, это, прежде всего, психология, да, это нервы. Слава. Да, совершенно верно. Ну, и давайте вернемся к нашей теме. Что может способствовать движению рубля? Ну, еще раз повторю, мы не будем говорить конкретно об укреплении, хотя последние несколько дней именно такую динамику мы наблюдаем. А, в принципе, рубль против доллара, да, на основании чего он ходит туда-сюда? Ну, вообще так вспомнить, там, примерно 10-11 июля, когда Берденке, Джерден Расс успокоил рынки, да, и после этого мы увидим укрепление, там, сырьевых валют, укрепление евро по отношению к доллару, да, мы видим после этого, в общем, так сказать, рост, по-моему, золота и нефтянки, да, то есть, в общем, Берденке успокоил всех, примерно 10-11 июля, точно не помню, да, и после этого мы в таком дрейфе положительном находимся, чуть подрастаем, да, соответственно, опять вопрос, что самое важное, самое важное, это будет ли КВИ продолжено, там, или будет, когда он будет свернут, да, мы это в следующий раз узнаем уже на следующей неделе, в следующей неделе уже черное заседание Комитет по открытым рынкам США, потом на следующей неделе мы видим данные по УП Америки, новые отчеты от АДП по... По рынку труда. По рынку труда, и еще официально отчет в пятницу. Артур, спасибо, сейчас немножко прогнемся, новости на Финам.ФМ, послушаем, потом... Итак, друзья мои, продолжим наш эфир, сегодня в эфире Финам.ФМ, как всегда, в это время сухой остаток, и мы обсуждаем тему валютного рынка, какие факторы могут способствовать движению, да, национальной валюты, в частности. Будем говорить о рубле. Напомню, сегодня в гостях в студии сухого остатка Артур Копышев, ведущий аналитик Московского фондового центра, и Сергей Алин, аналитик институционной группы Нордкапитал. Ну, и еще раз, на всякий случай, телефон студии 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании Финам.ФМ. Артур, продолжим разговор. Значит, я так понимаю, ты сейчас, если каким-то образом, да, это скомпоновать в одну фразу, сейчас говоришь о неких внешне глобальных каких-то факторах, которые... Ну, основной фактор, что повлияло на все валюты, там, активы, многие, да. Соответственно, на рубль, мы говорим сегодня о рубле, да. Соответственно, то укрепление, которое мы видим, ниже 33, да, которое случилось, да, до сегодняшнего уровня, там, 32,3, да. 32,20 даже, ну, это вчера было, 32,20. Да, 32,20, да. То есть это такой пост-эффект от успокоения Бернанки, то есть мы понакатанный, ну, S&P у нас понакатанный просто успокоение, да, рубль укреплялся. Соответственно, что будет дальше, вопрос, да. То есть этот эффект должен как-то куда-то вылиться. Увидим ли мы опять откат, проблю, или дальше пойдет укрепление. Самым главным фактором, естественно, будет QE, ну, он сейчас является самым фактором, самым важным фактором. А QE, следующее заявление такое важное, большое, мы услышим Бернанки как раз на следующем заседании ФОМС, это 30 июля. Плюс, как я сказал, подойдут новые важные катастрофические данные по ВВП, по безработице, по занятости. Ну, то есть мы пристально смотрим на статистику по Штатам, да, чтобы понять, да, как будет. Ну, во-первых, на статистику, а во-вторых, на решение ФОМС, компетент по открытым рынкам, да. Почему? Потому что сейчас, в общем, ФРС США поставлены такую интересную ситуацию, такую позицию интересную. С одной стороны, если, правда, экономика будет, ну, по новым данным, там, или по тем отчетам, которые будут предоставлены комитеты, да, перед заседанием, да, мы видим, что, они точнее увидят, не мы их, к сожалению, они увидят, что... Ну, мы тоже потом уже, да, чуть позже сможем увидеть. Когда они увидят, например, что экономика, правда, восстанавливается, и придется комитету Бернанке, да, заявить о том, что, да, мы сворачиваем Q в этом году, и даже, возможно, возможно, выйдет риск, что оно будет свернуто в сентябре. Естественно, должна быть по логике реакция такая, что все будет распродавать, все будут заходить обратно в доллар. В этом случае обратно в доллар, и мы увидим тогда дальнейшее ослабление рубля, да? Да, мы увидим ослабление рубля, распродажа российских бандов, ну, такая, то, что мы видели после заседания, там, 19-го июня, после того, как ADP и официальный отчет по рынку труда вышел, очень позитивный, да, то есть мы можем такую картину видеть. Ну, как я сказал, что в ФРС сейчас находится в такой интересной ситуации. С одной стороны, если будут, они поддержатся только формальной логике, ну, какой, в общем, они заявили в 19-й июня, если, правда, видят, что экономика восстанавливается, им, с одной стороны, надо все-таки заканчивать сквиз. С другой стороны, помним, на прошлой неделе встреча G20, да, где было заявлено, что мировые фискальные монетарные власти, по сути, беспокойны резким ростом ставок. В общем, рост ставок, ну, для начала имеется в виду по американским гособлигациям, там, до уровня 2,70, который случился после заседания. По сути, такое, по сути, ФОМС еще не показывает свою позицию насчет этого сильного роста ставок. То есть, с одной стороны, мы видим, реально и ФРС будет обеспокоен этим ростом ставок или нет, или они продолжат свою логику. Ну, то есть, возможно, в заявлениях ФРС на следующем заседании будет как-то все это смягчено, что ли. То есть, здесь вот очень интересный момент. Да-да-да, я с тобой согласен. Сереж, если вспомнить вот, да, то, о чем сейчас говорит Артур, это было в июне после заседания июньского и выступления господина Бернанки. Действительно, вы помните, да, резко все пошли в доллары, да, выросли ставки по трижерям, там, десятилеткам, до уровня 2,7, по-моему, да, ну, и примерно такая же динамика была и на рынке облигаций Российской Федерации, насколько я понимаю, да. Ну, да, там был выброс такой. Во-во-во-во-во. А потом, буквально через неделю, когда протоколы, да, через пару недель протоколы, когда публиковались и выступал опять Бернанки, он пытался это дело нивелировать, чтобы восстановить каким-то образом, да, уверенность иностранного инвестора, который любит покупать американские долги. То есть, важно понять. Вот, я так понимаю, да, вот сейчас вокруг этого позиция главы Федрезина и вообще комитета по ставкам именно вокруг этого, да, чтобы немножко успокоить рынок. Безусловно, потому что, ну, здесь единственным таким моментом является, что вот этот вот, вот этот рост доходности уже был отыгран в определенной степени, и, конечно, там сверх роста, наверное, ожидать не стоит. Но все же рынки, они находятся вне доверии, напряжение, то есть, периодически появляется, и рубль держится в напряжении. То есть, на таком фоне я бы на укрепление рубля, в принципе, не рассчитывал. И локальный фактор, конечно, есть, который тоже бы перечислил. Ну да. Конечно, конечно. Ну, мы сейчас вот начали, Артур начался с глобальных. Все-таки, наверное, можно согласиться с тем, что правит бал именно события глобальные, в том числе и на нашем. Ну, а если говорить о локальных, давай перечислим их тоже, о них поговорим, Сереж. Ну, локальный фактор не хотел бы углубляться в налоговые периоды всякие, поскольку мы видим, что, ну, многие аналитики говорят о налоговых периодах, но сейчас, вот, например, Банк России просто заливает рынок ликвидностью, сегодня лимит по недельному репо абсолютный рекорд. Там что-то 2 триллиона, да? 2 триллиона 320 миллиардов, если не ошибаюсь. В принципе, денежно-кредитный рынок держится довольно-таки неплохо. И валютные интервенции, я бы тоже на них чрезмерного влияния не обращал, поскольку уже стабильно идут они, ну, больше месяца, наверное. Ну, вот с момента, наверное, 33-40, когда было, да, может, даже чуть раньше. Ну, то есть интервенции в день в районе 200 с лишним миллиардов, точнее, миллионов, естественно, долларов, а объем USD-том, то есть, tomorrow расчетами 3 миллиарда, только этого рынка, то есть, конечно, капля в море. Из локальных факторов наиболее важные, на мой взгляд, это именно ожидание смягчения денежно-кредитной политики. Уже Банком России. Банком России, безусловно, поскольку вот в апреле мы помним, что как только второстепенные ставки были понижены, на самом деле это несущественно, рынок ждет не этого, но это было уже в моменте тогда... И опять возвращаемся к тому, что, да, совершенно неожиданные, ну, здесь-то, в принципе, не то чтобы неожиданные, далекие от рынка, здесь-то близкая все-таки причина, да, второстепенные ставки, ну, они ничего принципиально не делают, но это уже какой-то звоночек, да, и народ уже начинает... Тема для спекуляции. Но звоночка тогда еще не было, если сейчас, в принципе, он может быть, поскольку Эльвири Набиулины и сами власти помогают, как мы знаем, ограничили рост тарифов на услуги естественных монополий, то есть в моменте инфляции, вот, например, на середину июля была 0,6 за месяц, а в прошлом году 1 процент. То есть как раз... Года к году смотреть, да? 1,1. Сравнивать июль с июлем. 1,2, по-моему. 1,2, это было на конец месяца, я имею в виду на середину месяца. То есть сейчас 6,5% годового выражения инфляция, в принципе, уже хорошо, что ниже 7, ощутимо. Ну и возникает логичный вопрос, мне кажется, со стороны властей, что мы даже тарифы понизили, где же понижение ставки? Я бы, например, так рассуждал. Это кого спрашивает власть? Где же понижение ставки? Эльвиры Набиулины, я думаю. Ну, в принципе, на первом заседании не стали ничего менять, поскольку хотели показать преемственность, но, на мой взгляд, можно было бы уже об этом тогда задуматься, поскольку это не было бы в свете инфляции резкой смены курса. Ну и фактор сезонности урожайности, такой наш любимый, поскольку традиционное удешевление плода овощной продукции идет у нас летом. Ну это опять подтверждает, да, возможность снижения инфляции и как аргумент и снижение ставки. Ну да, в целом ожидание по рынку, замедление инфляции в этом квартале и умеренное, естественно, неогромное такое понижение ставки. Какими-то стандартными шагами, там, 25, ты как видишь вообще ближайшую перспективу? Да, я хотел бы очень дополнить. В общем, частично я согласен с Сергеем, да. Ну, во-первых, да, сейчас ЦБ так, в общем, помогает банковскому сектору в плане ликвидности. Самое важное то, что случится на следующей неделе, это 29, по-моему, 29 июля будут размещены кредиты под нерыночные активы по плавающей ставке на целый год. Помним, что на предыдущем соседании, точнее, на этом на июльском соседании Совета директоров ЦБ, как раз эта мера была введена. Ставка очень комфортная, выставлена минимально, там, 75, по-моему. Соответственно, как я полагаю, банки будут очень активно брать ликвидность под эти, под нерыночные активы, да, под эту плавающую ставку. Соответственно, общий уровень коротких ставок денежного рынка может, правда, пойти вниз. Это, естественно, не является фактором поддержки рубля, наоборот, фактором ослабления, потому что опять будет спрос на рубли меньше после этого. Ну, конечно, это будет очень хорошо для банковского сектора, в плане очень большой, ну, очень большой дефицит ликвидности на настоящий момент, да, это в меру очень будет полезно, но, естественно, до рубля это не очень, не очень позитивно. Второй момент, о котором интересно поговорить, это, конечно, следующее задание Совета директоров ЦБ, да, которое будет 9 августа. Честно сказать, я был удивлен, что ЦБ именно на июльском задании не понизил ставку. То есть ты ждал все же, что это случится? Да, я очень ждал этого, потому что инфляция показала тренд на снижение, причем, как самое важное, все компоненты инфляции замедлились, непродовольственная продовольственная, инфляция слуг замедлились. Я думал, что сам тренд на снижение, сам тренд, как бы, на снижение компонента инфляции уже задан, то есть ЦБ должен по логике взять и резать ставку. В общем, весной, бывающий глава ЦБ, Игнатьев, примерно об этом говорил, что как только мы увидим целым тренд на снижение инфляции, мы будем помогать там монетарно симулировать экономику, то есть резать ставки ключевые. Если помним, даже на майском заседании ЦБ опубликовала свое решение позже четырех вечера, то есть после того, как посмотрел Мадан по инфляции, то есть им тогда был важен именно тренд на снижение инфляции. А сейчас, как мы посмотрели в пресс-релизе, на этом заседании было важно не то, что инфляция снижается, а нахождение ее вне или внутри целевого диапазона. А целевой 7%, да? Нет, целевой 6%. Верхний градус 6%. Соответственно, коль мы видим, что для ЦБ очень важно именно нахождение ниже не по зону, а при инфляции, чтобы показать независимость, преемственность, такие вот вещи, да, нужно, чтобы инфляция снизилась ниже шести. То есть есть, а сейчас инфляция там 6,5, да, по итогам июля Минокоморзития прогнозирует 6,5% инфляции. Соответственно, к 9 августу, когда будет заседание территориалов ЦБ, вряд ли там мы увидим инфляцию ниже там 6,3, например, да. Соответственно, по такой логике, если, опять-таки, внимательно читать пресс-релиз, который они выпустили по итогам заседания в июльского, как раз вероятность того, что ЦБ понизит в августе, немножко снизилась. Конечно, я верю, что мы сейчас находимся в стадии таком монетарного ослабления, да, соответственно, возможно уже, если не августе, то в сентябре это точно должно снизить. Артур, извини, я тебя прерву, у нас есть звонок, давай послушай, потому что у нас сейчас новости уже, да, а потом мы продолжим этот разговор. Максим, день добрый, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Добрый день. Добрый. У меня один вопрос и небольшая ремарка. Пожалуйста. Значит, ну, из собственного опыта, живу не так мало, как бы, да, уже в нашей прекрасной стране. Вот когда все вокруг начинают кричать, что ой, сейчас рубль упадет, ой, сейчас рубль упадет, почему-то не происходит. А вот падает... А скорее наоборот, да, происходит наоборот все. Да, да. И второй вопрос, какие советы могут дать ваши эксперты людям простым, которые, как бы, накопили некие суммы, скажем так, на перспективу, чтобы сохранить покупательную способность этих денег на годика 3, 4, 5. Ну, то есть, видимо, Максим, вопрос традиционный, да, в чем хранить сбережения, наверное, так, да, если... Ну, логично, да. То есть, можно еще, как бы, доллар, евро, ну, и золото туда... Нет, мы поговорим сейчас об этом, естественно. Спасибо вам за звонок огромный. Мы ответим на ваш вопрос, но, видимо, уже, да, друзья мои, после небольшой паузы, потому что сейчас у нас новости на Финам.ФМ, мы, как всегда, их с вами внимательно послушаем, а потом продолжим наш эфир, мы сегодня говорим о национальной валюте. Итак, друзья, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Артур Копышев, ведущий аналитик Московского фондового центра и Сергей Аллен, аналитик инвестиционной группы Нордкапитал. Мы обсуждаем валютный рынок сегодня, ну, прежде всего, конечно, рынок валюты под названием рубль. И, в принципе, говорим о том, какие факторы могут, да, влиять на динамику этой самой валюты, в частности, и рубля в том числе. Почему он периодически слабее, почему он периодически укрепляется, и что это может способствовать. Прежде чем продолжим разговор, значит, вопрос прозвучал до новостей. Я еще раз повторю. Максим интересовался. Ну, такое бытует мнение, наверное, вы и сами с этим сталкивались, что если все говорят и все ждут чего, то, условно говоря, ослабление происходит все точно наоборот. Ну, или как минимум ничего не происходит. Ну, в закрытой системе это верно, в общем. Ну, опять-таки, рубль это все-таки… Это закрытая система, да? Если бы на рубль влиялись только внутренние факторы, и все в России говорили о том, что рубль падет, да. То это было бы нормально. Может быть, да. А когда на рубль оказывают влияние факторы бернанки, прежде всего, да? Когда все валюты вместе с рублем, ну, как бы… Валятся. Да, то есть там уже не только российские факторы являются. Безусловно. Соответственно, надо, чтобы весь мир говорил о том, что сейчас рубль надо продавать, да. Тогда делать выводы. А, кстати, ну, видимо, надо вспомнить недавнее прошлое, да, и популярность так называемой carry trade. Вот когда-то была такая ситуация, да, что даже иностранный инвестор активно говорил, надо покупать российский рубль или, наоборот, надо продавать. Да, Сереж? Да, безусловно. Это было с чем связано? Ну, смотрите, здесь вопрос в том, что у наставных инвесторов, естественно, своя логика, они руководствуются немножко иными моментами, но в любом случае согласен вот с слушателем, что не стоит излишне прислушиваться к таким вот внутренним высказываниям, поскольку подчас они все друг другу противоречат и вообще ни в какую логику не вписываются. То есть, безусловно, следить за спросом, предложением, за внешними факторами, за внутренними моментами. Ну, иностранные инвесторы смотрят, наверное, с точки зрения перспективности больше развивающихся рынков, для них рубль инструмент интересный, место в портфеле для него почему бы и не уделить. Ну, конечно, это все, на эти инструменты определенные лимиты у людей есть, и в банк никто играть не будет, это понятно. Тем более в рубль. Тем более в рубль, да. Ну, ладно, бог с ним. Вот это первая точка зрения Максима, мы с ней согласились, по сути, да, очень часто такое вот ожидание, оно не оправдывается, если уж все сильно чего-то ждут. Ну, я не то, что согласен, я и не согласен, и не согласен. Я сказал, что корреляция равна примерно нулю. То есть, и нет отрицательной, и нет положительной корреляции. Ну, то есть, внутренние факторы, условно говоря, за, да, эту точку зрения, а внешние факторы говорят против. Нет, а внешние факторы, они независимы. То есть, и не за, и не против. То есть, надо смотреть на факторы. Ну, подожди, ну, если опять твоей логике пользоваться, вот есть у нас некий внешний фактор, завязанный на программе количественных смягчений. Дальше мы, давайте так рассуждать, да, рано или поздно КУЕ-3, ну, рано, может быть-то, вот в сентябре, посмотрим на статистику и говорим, КУЕ-3 будет сворачиваться. Что это значит? Что это значит, все побегут в доллар, значит, вот вам, пожалуйста, причина для ослабления рубля. Вот это может быть этим самым фактором. И все говорят, да, 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 сейчас КУЕ-3 будут заканчивать, значит, рубль будет слабеть. КУЕ-3 будут заканчивать, значит, рубль будет слабеть. А он не слабеет. А он даже, вот видишь, укрепился совсем недавно. А? Вот так. Ну, да ладно. И вопрос Максима. Давайте его, ну, Максима, я так понимаю, что вопрос этот более чем актуальный для подавляющего числа. И наших слушателей, и, в принципе, при всех наших с вами разговорах о каких-то серьезных моментах, сложных моментах, да, программах о их смягчении, что-то там про инфляцию заговорили. Вот, понимающие люди наверняка это все, наверняка это все смогут, да, воспринять. А люди далекие от этого, и у них действительно вопросы достаточно насущные. И, как правило, это традиционные. У меня есть некие сбережения, даже я сейчас озвучиваю такой среднестатистический вопрос. Вот, с прицелом, Максим озвучил, 2, 3, 4, 5, 3-5 лет, давайте так, среднесрочная перспектива. С прицелом на эту перспективу, в чем хранить, где хранить? В какой валюте, то есть? В какой валюте? Вот, и где, может быть, что это валюту куда-то вложить, банки, депозиты открыть? Как ты думаешь? Ну, такое древое решение, да. Давай. Сначала выбираем рубль, не рубль. А если не рубль, то что, да? Давай. По логике, да? Ну, по мне, я уже очень много об этом говорил, такой долгосрочный перспектив, мне не очень нравится валюта рубль. Не очень? Нет, нет. Потому что есть какие-то факторы, всем известные. Как бег с капитала, например, из рубля, например, снижающий сальдо текущего счета, ну, то есть экспорт растет более медленными темами, чем импорт. Смотри, смотри, опять ты углубляешься немножко, хотя это нормально, ты же аналитик, в конце концов, но смотри, если опять на поверхности все это, мы берем рубль, как физическую валюту, да, вот просто какое-то количество рублей. По каким-то факторам, я считаю, что рубль... И, скорее всего, да, он будет через среднесрочную услышать, ослабляться, да, вот то, что вы видите. Поэтому мы не сохранили эти деньги, у нас было там условно миллион, а через некоторое время у нас стало меньше, ну, на уровень А, на уровень инфляции и Б, на уровень валютного риска, вот на ту покупательную способность, которую потерял, да, в результате этого. Ну, да, значит, нам придется выбирать между валютами, да, а между какими валютами, это нам просто интересно, да. Интересно. Если, опять, подумаем о программах количественных обеспечения, которые проводятся в Европе, например, и в Америке, скорее всего, то, что в Европе не очень хорошо связано с экономикой, они, возможно, будут монетарно симулировать свою экономику, а ФРС, такой уже, в сравнении с ростом перспективе, будет сворачивать свою программу. Значит, в паре евро-доллар, скорее всего, евро будет ослабляться, а в паре... В паре евро-доллар будет нисходящий тренд, да, евро будет слабеть, доллар укрепляться. Ну, соответственно, мы выбираем доллар. Мы выбираем доллар. Вот три валюты, да, и все мы обсудили. Можем посмотреть там какие-нибудь экзотичные, иену там... Экзотические не будем брать, но потом греха не оберешься потом с этими экзотическими валютами. Вот, нет, у нас традиционно мы все время, да, между тремя этими выбираем, да, и подавляющее большинство банков Российской Федерации, да, как правило, предлагают услуги именно трех этих валют. И вот он аргументирован, да, рубль... Это позиция Артура, еще раз повторю. Рубль ненадежен, потому что в среднем долгосторожность перспективе, скорее всего, он будет терять, ну, и учитывая инфляцию высокую в России, да. Дальше... Ну, относительно, конечно, высокую. Ну, относительно хорошо. Тем не менее, все равно буквально посудность падает. Евро, да, по сравнению с... Остается евро-доллар, да, что предпочтительнее? Наверняка предпочтительнее доллар, потому что там, скорее всего, скоро будут сворачивать, значит, при куплении доллара, а евро будут продолжать, да. Ну, возможно, не то, что... Программу. Ну, скорее всего, что-нибудь придумают они там, интересно, как-то всех большую семью... Но при этом заметь, вот сейчас все твои три варианта, они были, я так понимаю, связаны с наличной валютой, которую, условно говоря, хранить либо а под подушкой, б там в кубышке. Я понял, слушатель попросил как раз про то, что ему в банке хранить. В банке в стеклянной, да, в трех литров. Или в таком... Как вариант. Сереж, давай, твое мнение. Ну, я прежде всего, вот, следя за российской действительностью, инфофоном, никогда бы не подавал сомнению того, что Россия это тихая гавань. Если мир тряханет Америку и, соответственно, всех остальных, то Россия останется ни при чем и рублью крепится. Естественно, такого никогда не будет. А такие высказания постоянно есть у нас. Мне кажется, они уже давно были, до восьмого года. Ну, я недавно слышал... Серьезно? Ну, от какого-то серьезного парня-то или так, просто разговоры бабушки на скаме? Ну, нет, в СМИ, в принципе, довольно-таки часто это обсуждается, и политики, мне кажется... Ну, забавно. Сейчас как-то это уж совсем... То есть, в перспективе, естественно, ни в коем случае не советовал бы брать именно кредит, сохранить это хорошо все, но кредит... Кредит рублевый причем, да? Нет, кредит брать именно рублевый, потому что, естественно, все зарплаты, ну, большую часть получаем в рублях, поэтому очень может неприятная переоценка, особенно по ипотеке возникать. Соответственно, это может очень сильно покоробить карман. С точки зрения инвестирования, здесь я бы, ну, традиционный совет, как люди дают, в равных пропорциях доллар, евро... То есть, корзина валюты, да, традиционная? Я бы как раз вот здесь вот именно в сторону доллара сделал перевес, то есть процентов 60 на доллар и, соответственно, по 20, допустим, на евро и на рубль. Евро в картине тоже есть, да? Ну, пусть будет, да, потому что все-таки от вот такого сюрприза никто не застрахован, но согласен с моим оппонентом, поскольку именно с точки зрения вот стимулирования в Америке уже достимулировались, так скажем, уже дальше некуда, но с другой стороны доходности растут, приходится выбирать между худшим и худшим, так скажем. Худшим, да, худшим и худшим. Вот, что касается Европы, то как раз они хотят продолжать стимулировать, так же было озвучено, здесь соглашусь. Ну и не стал бы, скажем, действовать по учебнику, как вот говорят, что ОФЗ надежные, российские бумаги. Очень неприятная переоценка возникает на длинных бумагах. Как мы знаем, дюрация чем больше, тем неприятнее переоценка, поэтому очень сильно может тоже ударить по кошельку. Но в текущих условиях, если и вот на банды смотреть, как альтернативы депозитам, то на короткие бумаги, где-то со сроком погашения, вот в районе двух лет. Ну там ставочка не очень-то интересная, потому что не бывает, в сравнении с депозитами. Ну там, в принципе... Ну мы же поговорим сейчас о физиках, которые хотят что-то вложить. Ну скорее всего, да, физикам недоступны, да, инструменты долговаривания. В принципе, можно найти определенный портфель, но если не знаешь рынка, то... Лучше с этим не связываться. То лучше, естественно, положить на депозит. Простому физику лучше сделать так. Артур, смотри, возвращаясь, да, значит, обсудили мы, когда, ты говоришь, предпочтение вот в таких валютах, но мы имели в виду, что они действительно будут в стеклянной банке. А если рассматривать вложения в каких валютах, в какие-то активы... А, активы. Да, Сережа, ты сейчас поговорил про долговой рынок, мне очень интересно. А. Что бы ты посоветовал? Ну, если мы говорим... Я больше, наверное, сейчас поговорил на каких-то более, может быть, среднесрочных тенденциях. Да. Думаю, да. И, конечно, вот сейчас, опять-таки, фактор QI... Не позволяет давать однозначных ответов, да? Все карты портят, да? Ну, вообще, интересная идея, например, это... Ну, если мы... Не знаю, как это, насколько это интересно, может быть, физикам, да. Ну, при условиях, то, что длинные ставки могут улететь высоко по американским бумагам, да, там... Ну, я, например, ожидаю, что если QI будет сворачиваться, то есть мы увидим US Treasurer десятку, там, 3,5, без проблем. Ну, может быть, даже... Ну, 3% я уже видел такие ожидания, 3,5, это уже серьезно. Ну, там, где-нибудь в середине следующего года, без проблем. Да? Ну, да. Ну, смотрите, помните, она была осенью 1,6, сейчас была максимум 2,7. 2,7. Больше по проценту почему-то раз. Или, там, в конце мая, там, было меньше, ниже двух, а от конца мая, да, хаёв, плюс 70 пипсов, то есть это немало. За полмесяца. Представляете, счет плюс 70 пипсов, уже 3,5 почти. Мне кажется, простому физику это очень будет, скажем, боязно совершать, потому что даже управляющие смотрят с опаской на этот рынок, что уже говорить о простом физике. А, да, кстати, я хотел просто мыслицу закончить, почему я начал говорить об этом. Ну, коли длинный конец непересказуемый, а в то же время, там, более короткие дюрации будут менее подвержены этому риску, да. Риску колебаний ставок именно, да, величина ставок. Ну, да, все-таки там более пропорционально все зависит. И вот какие-то, скажем, более короткие бумаги, ну, короткие-средние, у них, они, долларовые бумаги, например, и рубанды, они хорошие карьеры приносят. Если там финансируешься, на коротком конце, но, опять-таки, это, мне кажется, не для физиков. Для физиков, конечно, конечно. Ну, давай, да, сосредоточимся, все-таки мы можем, наверное, да, ограничиться в качестве рекомендаций для наших слушателей. Это именно, либо наличная валюта, да, сбережение наличной валюты, либо банковский депозит, мне кажется, больше никаких вариантов. Ну, да, долларовый какой-нибудь актив, это был бы очень интересный. То есть тот же самый банковский депозит в долларах, да, он бы рассматривался? Да, почему бы нет. Ну, там ставочки-то какие-то смешные, нет? Ну, пока конъюнктура нестабильная, можно сидеть в депозитах. Ну, естественно, там свои условия. И в рублевом тоже. Ну, в текущих условиях лучше не в рублевом сидеть, лучше в долларовом. Но, опять-таки, нужно понимать, когда депозит можно закрыть, чтобы не потерять проценты, у всех свои условия. Есть там с потерей проценты. У банков свои условия, да? Смотри, что вы называете невыгодной ставкой, а что выгодная ставка по долларам? Нет, я говорю небольшие ставки. А сколько должно быть, чтобы было? Ну, если сравнить просто, вот есть депозит в рублях, условно говоря, да, там, сколько он, 9, 10, 11 процентов, и депозит в долларах, который существенно ниже, сколько там, 4 процента. Ну, а если посмотреть там на доходность без риска актива в долларах, да, сколько она будет? Ну, трежерис, да, 10 лет, ну, если взять даже короткий конец. Условно, допустим, у нас депозит на 5 лет, да, трежерис, 5-летний, сколько он будет, я честно не помню, ну, больше процента, да, условно. Чуть больше процента. Да, плюс, это риск премии, все равно мы сильно перекрываем, даже доллару и доходность, то есть это все относительно. Хорошо, послушаем новости, сейчас потом продолжим. Ну что ж, друзья мои, последняя часть эфира, 10 минуточек у нас осталось. Я напомню, мы сегодня обсуждаем ситуацию на валютном рынке, говорим о факторах, которые могут влиять на динамику той или иной валюты, в частности, российского рубля. В студии у меня Артур Копышев, ведущий аналитик Московского фондового центра и Сергей Алин, аналитик кондиционной группы Нордкапитал. Ну, еще раз я на всякий случай напомню, 10 минут есть у вас для того, чтобы связаться с нашей студией. Телефон, который 6510996, код Москвы 495 и сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Вернемся мы, уважаемые гости, к обсуждению факторов. Ну, я так понимаю, если говорить о внешних, он единственный, да, это все, что связано вот с пресловутым Куэ-3 и с тем, как будет действовать фенрезерв. Сейчас почти да, потому что мы знаем, что Меркель будет переизбираться в сентябре, если не ошибаюсь. Именно поэтому факторы Европы сейчас не... Ну, всеми силами удерживают, да, то есть доходности мы видим, что вот прям как-то заморозили. Ну, там, естественно, колебания определенные есть, но они не столь существенные. Похоже, что их прям вот взяли в руки и держат. Да, ну и высказанные всякие такие обезболивающие, успокоительные. Доходности Бундес, то есть? Да-да-да, да-да-да. Не случайно спред-то, да, он рос, когда американские триджерия скакнули, а практически немецкие бумаги-то... Ну и доходности тоже итальянских, испанских бумаг. Все-таки там какой-то пожара уже давно нету после Кипра. Ну, в Португалии, тем не менее, да, налицо политический кризис и какие-то события там происходят. Отскачали бумажки-то. А доходности стоят или как минимум не растут? Ну, уже полторы фигуры, по-моему, они упали. То есть был максимум восемь у них сейчас. Ладно, Европу действительно, до выборов Германии мы, наверное, ну, если не забудем, то оставим куда-то на третий, в третий ряд поставим. А что со стороны Китая? Могут быть какие-то? Ну, со стороны Китая там разные интересные тенденции, да. По-моему, сегодня или вчера была новость о том, что там, если экономика снизится до семи, там просто, то мы поможем. Что-то было из этой серии связано. Ну, по-моему, это кто кому говорит? Нет, имею в виду, китайские власти говорят, просто финансовое сообщество. Ну, то есть сейчас там большой вопрос насчет Китая, типа, замедляемся и как, и что будем дальше делать. Ну, понятное дело, они хотят там структурную реформу делать, чтобы как-то более внутренних источников все это рос. Ну, судя по последним заявлениям, так позитивчик был. То есть дальше увидим, что будет. То есть со стороны Китая никаких подвохов не ждем сейчас, да, Сережа? То есть со стороны Китая больше как раз согласен позитиву, поскольку они все-таки довольно-таки уверенно смотрят будущее, очерчивают свою программу, ориентиры понимают и по ВВП, в частности. Ну и постепенно отпускают визитные ставки, что, соответственно, тоже стимулирует экономику. То есть именно вот такая уже компания пошла, и о том, что вот Китай споткнется резко какой-то камень, она говорит, пока не приходится. Пока стимулы не пройдут, пока не будет результата. Ну, смотрите, это здорово. Если мы с этой точки зрения посмотрим, ну, например, на комодитис, да, и на как минимум на акции наших, собственно, сырьевиков. Ну, для комодитис, ну, здесь, конечно, спорный вопрос, потому что они хотят структурно как-то переделать экономику. Соответственно, как они сказали, им не страшно снижение цен на сырьево. Нет, им не страшно замедление темпов роста ВВП. То есть, с одной стороны, это так нестабильно для комодов, да, но, с другой стороны, как я сказал, вот эта новость, что они не дадут темпу роста упасть ниже 7, стимулирующие меры там могут, возможно, запустить. Это позитивно. Ну, то есть, ну, в целом просто... То есть, сырьевой рынок в целом поддержат они? Если Китай уверенно смотрит в будущее свое, то есть, во-первых, это позитивно для сырьевых рынков, с другой стороны, это просто позитивно для мировой экономики. То есть, сильных проблем в Китае нет. Ну, опять-таки, мы упираемся в Куе. То есть, если Куе сокращают, то опять-таки неопределенность. Мы оценивали вероятность внешних факторов, да, вот традиционно, где эти внешние факторы? Основные локомотивы. Это Штаты, прежде всего, это Европа, это Китай. Значит, с Европой и с Китаем мы более-менее спокойны. Китай показывает, да, положительную динамику. Европа сейчас на носу выборы, ей не до чего. Значит, смотрим только на Штаты. До сентября месяца, да, у нас один триггер, это Штаты. Хорошо. Ну, по сути, да, в общем. А вернемся к внутренним факторам. Значит, мы не обсуждаем, да, сомнительный, с серьезной точки зрения, сомнительный фактор под названием налоговый период. Ну, да, это как бы каждый месяц такой есть. Просто на рубли к концу месяца разрастается. Ну, это не очень интересно там. Это не очень интересно. И просто я еще раз хотел бы вспомнить, если оттуда, да, со стороны придет какая-то история, никакой налоговый период не поможет. Да, безусловно. Ну, здесь больше, опять-таки, из внутренних факторов насчет денежного рынка. И, как я сказал, очень важно посмотреть, сколько денег возьмут банки на следующей неделе через... 29 июля. По-моему, да, 29 под длинные кредиты, под плавающую ставку. А что здесь вот если принципиально? Вы как профессионалы более детально. Принципиально то, что там могут, ну, не то что бесплатные деньги раздать, но под 5,75 на долгий год, по плавающей ставке взять деньги банки. Соответственно, короткий конец, ну, то есть, короткие ставки денежного рынка, они могут на этом снизиться сильно. Ну, соответственно, снижение ставок, то есть, такое общее снижение ставок на денежном рынке, оно является фактором давления. И поддавливает рубли. Ну, то есть, то, что будет спрос на рубли меньше после этого. Просто, возможно, под нерыночные активы очень банки много денег возьмут, и после этого, ну, спрос от них будет на рубли чуть меньше, чем раньше. Ну, посмотрим, как это... Нельзя не увидеть цифры. Ну, понятно. Мы просто точно не сможем прогнозировать, сколько там вообще возьмут они денег. Здесь вопрос в том, что такое нерыночные активы. Это векселя, но я полный перечень не перечислю. Ну, как минимум, да, основные. Потому что, действительно, эта фраза звучит уже не один день, нерыночные активы. Что это за нерыночные активы такие? То есть, в принципе, банки векселя любят, у них их в достаточном количестве... А векселя нерыночные почему? Потому что они торгуются на рынке, на организованном? Ну, потому что вексель — это вообще понятийное условие. Там определяется процент, какой будет в итоге по векселю, соответственно, платиться. Ну, и банки сами регулируют, собственно, под какой процент они это все будут дело выпускать. Ну, и на рынке это на организованном не обращается. То есть, как договорятся, так и договорятся. Понятно. И, кстати, с точки зрения регулятора сложно за этим следить очень, наверное, да? Потому что есть обеспечение активом рыночным. Понятно, что это такое, сколько он стоит, ежели что, его все время можно обратить в деньги. А вот эта договоренность, да, она такая сомнительная, нет? Ну, на мой взгляд, да. Здесь именно нужно посмотреть, насколько... Просто я сейчас затруднюсь ответить, насколько этих нерыночных активов непосредственно на рынке довольно-таки много, но насколько банки захотят именно по ней кредитоваться. В принципе, наверное, определенная доля захочет, конечно. Ну, там в прошлом году, по-моему, максимум был по кредитам под нерыночных активов, которые ЦБ брали от денег, да? Ну, там меньше, конечно, триллиона, но все же это была очень существенная сумма. То есть, если, скажем, условно, под них всех возьмут, например, короткие деньги, ну, относительно короткие наглые, да, соответственно, потом банкам не надо будет очень много перереповывать бумаг, чтобы взять, ну, там, на неделю, на день, ну, короткие деньги. Соответственно, там большое количество обеспечения будет выпуждено. То есть, в общем, эта мера нужна для того, чтобы освободить обеспечение, то есть, именно, там, ФЗ, корпоративные бумаги, ну, вместо облигации. Ну, посмотрим, какой будет реальный исход. Потому что нельзя так спрогнозировать, что будет. Безусловно, безусловно. Ну, и давайте, немножко времени осталось, на две минутки. По поводу внешних, внутренних факторов, опять-таки, да, мы продолжаем этот перечень. Кстати, еще вспомните нефть. Вот, вот, я снял вопрос. Мы забыли в этом. Цены на сырье, да, как они, как они влияют? Нефть комфортно сейчас стоит, да, соответственно, тоже помогает. То есть, она поддерживает рубль, да? Стоит ей немножко припасть, соответственно, что будет? Ну, какая-то будет давление на рубль. Немножко рубль сильного давления, на самом деле, не испытает, как мы увидели. До 100, вот, когда ходит, ниже психологического рубежа, тогда уже более-менее ощущается. Ну, сейчас уже все-таки не 105 долларов, а 108, это уже, конечно, влияет. Если будет 105, такой, опять-таки, под психологический рубеж, то скажется. Ну, и потом 108, 105, 103, это уже, опять-таки, ожидания рождают некие рынки, да, потому что нефть снижается в цене, и вполне возможно будет и 100, а потом, не дай бог, да, будет 90 и 80, и вот все началось. Ну, хотя нефть сейчас тоже связана с фактором КИИ, то есть уже такое... То есть, по сути, ну, зависимые перемены. Ну, уже в следующей неделе. В следующей неделе. В очередной раз, да, Артур, анонсирую, да, события, которые произойдут 29 июля, ну, и там много, на самом деле. 30-го, по-моему. 30-го будет. 30-го. Ну, 29-го, это будет размещение как раз, то, о чем ты говоришь, и так далее. Хорошо. Ну, и давайте два слова еще буквально о глобальном валютном рынке. Вот тот самый евро-доллар. Сейчас он торгуется в достаточно узких диапазонах и особо движения не проявляет. Ну, как рубль ходил-то последнее, ну, почему не вверх-низ, да, после того, как веранки успокоило. В общем, и евро-доллар, и рубль ходили, ну, с одной и той же логикой. Опять-таки, что будет дальше, мы увидим в следующей неделе. То есть, здесь важно паре евро-доллара, типа, какая страна будет увеличить монетарные симуляры, какая не будет. Если мы увидим, что Бен опять нас всех успокоит, значит, как бы денежная масса в США будет разрастать. То есть, доллар будет слабее в этом случае, да? Да, конечно. То есть, единственный фактор сейчас, если мы говорим о валютном рынке, ну, и о конкретном инструменте этого рынка евро-доллар, это вот соотношение, да? Ну, да. Условно говоря, программ количественного мягчения, кто будет больше, кто будет меньше, кто... По кого? Кто первый закончит, да, Семенович? Ну, по поводу евро вообще все интересно. Если стимулировать бы не стали, евро-зона бы развалилась, это бы еще хуже было, чем бы, естественно, стимулировали. То есть, здесь опять-таки приходится метаться между двух огней. Ну, вот я согласен, что в определенной степени на евро-доллар пара была перегрета. И, в принципе, если смотреть с точки зрения количественного смягчения, здесь от баланса сил, то у евро есть такой довольно-таки ограниченный задел для роста. В принципе, потом может, опять-таки, индикатор пойти на снижение. Я уже, на самом деле, в принципе... Подавал? Ожидал, скажем. Ожидал? Нет, нет. Ты уже в коротких позициях стоишь во всем. Пока еще нет. Пока нет. Хорошо. Ну, и последний вопрос. Давайте еще, здесь все-таки есть время. А поскольку такая замечательная аудитория, да, такие замечательные гости не каждый в этой студии оказываются. Мы говорим о количестве смягчений, количестве смягчений, и ни разу не произнесли Банк Японии почему-то. А, да. Да, хотя все-таки, да, Банк Японии в этом деле, если не впереди планеты всей, то сразу за Федрезервов он следует, мне кажется. Мастер. Мастер, да. Ажидал, прокомментируй, пожалуйста. Ну, кстати, наверное, если говорить о Японии, даже сейчас, наверное, более интересно не Банк Японии, а вот то, что Шинзаби, кстати, выиграл выборы сейчас в Верхнем Палате Парламента. Поэтому сейчас у него есть контроль над всей властью. Да, да, да. То есть сейчас у них там... Нижняя Палата и над Верхней, ну, естественно, правительство свое. Естественно, он может продолжать свою реформу, возможно, еще и сильнее они пойдут. А есть куда сильнее-то еще? А они же ничего... Нет, если говорить там о монетарном стимулировании, фискальных программах, они уже как бы на полную громкость их включили, да. Ну, там есть, так называемые, третья стрела. Это которая? Это структурная реформа. Все знали, что Абби боялся их проводить до выборов. Потому что там многие есть... Непопулярные многие, да? Во-первых, непопулярные, во-вторых, там всякие лоббисты, например, страны сельского сектора, да, они хотят, так скажем, больше открыть. Скрытость японской экономики. Ну, то есть, конечно, странно звучит, но Япония, какие-то сектора очень закрыты. Безусловно. В принципе, мы всегда говорим, что японская экономика, в принципе, она закрытая экономика, если сравнивать ее с европейской. Даже там всякие миграционные правила, да. Совершенно верно. Значит, там 99% японцев живут технически, несмотря на то, что, как бы, 21 век уже. Ну, короче, Абби боялся, возможно, начинать такие серьезные реформы. А сейчас у него развязаны руки просто. В сути, да. Потому что ближайший выбор у него будет в 2016 году. Это будет, конечно, очень интересно посмотреть, что дальше будет. Я понял. Сереж, что ты с иеной? С иеной продолжит она ослабление своей против доллара? Думаю, что продолжит, поскольку, согласен с коллегой, в Японии, здесь, как и в Китае, стимулирование определенное идет. И, в принципе, наверное, все... И остановки ему не видно. Все, спасибо огромное, уважаемые гости. Артур Копышев, Сергей Ален сегодня в студии Сухого остатка. Спасибо, Водостаня. Да, очень интересный разговор. Уважаемые слушатели, спасибо за внимание. Всего хорошего. Успехов на рынке.